Всем привет, меня зовут Игорь Левичев и это мой видеообзор на набор Лего Звездные Войны, артикул 2 75 078 под названием Имперский Транспорт. В этом наборе 141 деталь, год его выпуска 2015 и рекомендована розничная цена этого набора 999 рублей. Это у нас батлпак, конечно цена огромная стала на батлпаке, но это все из-за курса валют, конечно же. Итак, давайте начнем с коробки и инструкции. Она у нас маленькая, конечно же, коробочка, здесь у нас изображен сам набор спереди. Затем сзади у нас функции, как обычно, и экшн-сценки. Вот три сцены у нас. Также сайт leg.com и коробка у нас открывалась посредством выдавливания вот этой вот картоночки, но я этого не делал, чтобы к обзору коробка была целой, поэтому я просто тут разрезал. Так, далее инструкция, она у нас открывается. И мне, кстати говоря, не нравится, как у нас в батлпаках кладут инструкции, они вот так вот их сгибают, а после этого их не разогнуть особо. Мне это не нравится. Итак, ну конечно же фигурки, бла-бла-бла, сборка, 34 страницы, детали и реклама в игре на борт лего. Все. Идем к мини-фигуркам. Мини-фигурки в этом наборе, их у нас было четыре, и они все были одинаковыми. Это у нас штурмовики. Эта версия выполнена по мультсериалу «Звездные войны. Повстанцы». У нас также выпускается другая версия штурмовиков, которая сделана у нас по фильму. В сравнении я ее приводить не буду, потому что я их сравнивал в обзоре на 75-055. Имперский звездный разрушитель. Вот тут вот обзор, можете посмотреть. У меня сравнение там. Итак, вот такой шлем, принт на теле, также на ногах, также принт на теле сзади, конечно же. И вот такое у нас лицо. К сожалению, леговцы стали делать головы клонов у нас штурмовикам. Но мы все знаем, что штурмовики это у нас обычные люди. Конечно, бывают там клоны, но они встречаются редко. И в этом наборе у нас было два таких штурмовика и два таких штурмовика. То есть у них разные лица. То есть только выражение лиц. Ну и из оружия у всех четырех были вот такие вот бластеры, которыми удобно играть и которые не приспособлены для коллекционирования. Ну потому что они слишком большие, на мой взгляд. Но о них я еще поговорю попозже, во время демонстрации функций. Так что идем дальше. Что ж, вот у нас сам набор. Он очень маленький, но, конечно, это же батлпак у нас. Ничего удивительного. Вот общий вид. И, конечно же, в мультсериале «Звездные войны. Повстанцы», как раз таки поэтому мультсериалы сделаны у нас весь набор, этот транспорт был намного больше. Наверное, раз в 10 точно больше, чем вот этот вот у нас батлпак. То есть это, можно сказать, мини-моделька. И, как вы можете сами заметить, тут вот у нас стекла такие изображены. Это как раз таки окна, через которые у нас там должен смотреть пилот. То есть вот представьте, что внутри сидит пилот. Вот какого размера на самом деле должен быть этот транспорт. Мы его видели в паре серий, в мультсериале у нас. И он там был клевым. Кстати говоря, вот давайте пойдем теперь по функциям наконец-таки. Вот сюда вот у нас можно поставить наших штурмовиков. Таким вот образом и зафиксировать их там. Такая штука реально была в мультсериале, правда. Конечно же, там было, по-моему, 3 или 4 места сбоку у этого транспорта. И там держали у нас заложников в одной из серий. Сбоку их прикрепили. И их освобождал у нас Эзра из плена штурмаяков. Вот. Далее. Следующая функция это огнестрельная. Здесь у нас он стреляет. Вот эта пушка это стреляет. Так вот. Если выдавливать у нас ракетки. Их было 2. И также, если мы уберем нашего штурмяка. Раскроем вот эту вот часть. Можно вытащить вот этот ящичек. Внутри которого будут у нас лежать дополнительные снаряды для вот этих вот бластеров. Которые работают вот таким вот образом. Если мы нажмем на вот эту вот деталь. Мы нажимаем. И у нас он стреляет. Мне, честно сказать, как коллекционеру, мне такие бластеры не нравятся. Но для игры детям они очень хорошо подойдут. Мне кажется, что детям они нравятся. Тем более, у нас уже второй год их начали такие выпускать в батлпаках. Так что я считаю, что спрос на эти бластеры все-таки есть. Ну и еще разок прокручу сам набор. В принципе, он неплохой. Мне нравится. 141 деталь. Ну, конечно, еще много таких вот у нас деталей использовалось. Но для батлпака 141 деталь это, конечно, внушительно. То есть, ну, у нас в основном батлпаки не превышают 100 деталей. А тут аж почти 150. Ну и давайте дальше пойдем. Оценку этому набору ставить я не буду. Потому что это у нас батлпак. Тут, собственно, нечего оценивать. Да и всем остальным маленьким наборчиком я ставить оценки не буду. Стоит ли вам его брать? Конечно, на мой взгляд, стоит. Хотя бы один набор такой взять. Вообще, это у нас лучший набор для построения армии 2015 года. Потому что здесь у нас целых 4 одинаковых минифигурки. То есть, у нас 4 штурмаяка. И, как мы знаем, из них можно строить армию. Это у нас основная сила империи. И лично я взял уже 10 таких наборов. Но, конечно, я покупал каждые не по 1000 рублей. Я покупал их намного дешевле. Я не заразил 10 тысяч на эти наборы. Не думайте, что я такой псих. Но вам я советую найти набор подешевле. Конечно, если вы хотите взять только один, то можете потратить и 1000. Но я видел, наборы в основном продают по 750 рублей. В большинстве магазинов. Ну, либо по 800. Так что ищите дешевле. Потому что вполне возможно реально найти дешевле этот набор. Потому что он у нас батлпак. 1000 рублей тратить на батлпак это полнейший бред. Ну и на этом все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что я вам помог с выбором. Подписывайтесь на мой канал. Скоро будут остальные обзоры на новинки 2015 года. Ставьте лайки, комментируйте. И смотрите больше видео на моем канале вон там. Также не забывайте подписываться на канал моих влогов. Вот здесь вот. Всем спасибо за просмотр. Еще разок. С вами был Супер Легомед 4444. Всем пока. Увидимся в следующем видео. Что ж, сам набор. Общий вид. Конечно, у нас данный транспорт появлялся в мультериале Звездный воин повстанцы. Но он был у нас намного больше. Намного, намного больше. Я думаю, раз в 10 он был больше. Господи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.